МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на телеканале Гродно+. И мы готовы рассказать о последних событиях. Вот некоторые темы нашего выпуска. Вопрос наведения порядка на земле в центре внимания власти. Заседание областной комиссии прошло в режиме видеоконференц-связи. Первая детская смерть на дорогах области. В Волковыском районе от лобового столкновения погибла женщина и мальчик двух лет. Будут ли гродненские бизнесмены сотрудничать с областными оптовыми базами? Представители предприятия Туркодежда встретились с индивидуальными предпринимателями Южного рынка. День, изменивший судьбу страны. Завтра исполнится 98 лет Октябрьской революции. Накануне знаменательной даты в Гродно состоялось торжественное собрание. Прошел праздничный концерт. За клеточными досками в Ленинском районе прошла традиционная спартакиада среди общежитий учреждений образования и предприятий. О наведении порядка на земле говорили сегодня на заседании областной комиссии с участием председателей районных исполнительных комитетов и руководителей структурных подразделений Гродненского облсполкома. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Как было отмечено в нашем регионе, как и во всей стране в целом, вопросам наведения порядка уделяется самое пристальное внимание. Мы ставим сегодня себе задачу еще раз поднять эти вопросы по наведению порядка, выделить на зимний период, какие задачи стоят нам по наведению. Это на первую очередь сегодня будет связано с объектами сельхозназначения, наведения порядком на фермах, дворах, при постановке техники, при подготовке ферм в зимний и стойловый период. Ну и, конечно, это порядок вдоль наших сегодня трасс, платных дорог. К слову, в Гродненской области мероприятия по наведению порядка на земле проводятся в течение всего года. Созданы оперативные группы по контролю за наведением порядка на земле, также за выполнением территориальных планов по наведению порядка на земле. Эти группы работают еженедельно. Значит, вот еженедельно и ежемесячно все эти мероприятия рассматриваются на виде конференции. В частности, вот сегодня будем рассматривать тоже о работе территориальной группы по выявлению недостатков в ходе проведения этих планов проверок. В Гродненской области произошла первая в этом году авария со смертью ребенка. Трагедия разыгралась вчера вечером в Волковыском районе. Причины ДТП непонятны, посредствия ужасают. Автомобили превратились в груду металлолома. Молодая девушка с двухлетним ребенком скончались на месте происшествия. Других участников аварии госпитализировали с переломами. Все подробности узнавала Юлия Косила. Роковая случайность или небрежное отношение к правилам дорожного движения? Авария в Волковыском районе оставила множество вопросов. Трагедия произошла вчера, примерно в 18.20, на 86-м километре дороги Гродно-Ружанной-Ивацевичи. Автомобиль «Мерседес-спринтер», внезапно оказавшийся на встречной полосе, столкнулся с «Фольксвагеном». В результате удара легковой автомобиль превратился в груду металла. И шансы выжить женщине и ребенку, которые находились внутри, практически свелись к нулю. За рулем легкого автомобиля находилась 24-летняя жительница города Волковыск. А в салоне ее машины был двухлетний ребенок, которого она перевозила на переднем сидении в детском кресле. Удар был такой силы, что не ставил шансов выжить этой семье. И девушка, также ребенок на месте происшествия от полученных травм скончались. К приезду скорой помощи мальчик был еще жив. Однако врачи не смогли его спасти. Виновник аварии находился в автомобиле вместе с супругой. Их обоих увезли в больницу. Мужчина получил открытые переломы обеих ног. У женщины повреждены кости таза. Причину этого страшного ДТП еще предстоит выяснить. Пока непонятно, почему «Мерседес» оказался на встречной полосе. К слову, виновник аварии привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 31 раз. В том числе за несоблюдение скоростного режима и вождение без прав. Что стало на самом деле причиной этого ДТП, предстоит выяснить следователям. Всю ночь на месте аварии работала следственная группа. Необходимо отметить, что это первая смерть ребенка на дорогах области в этом году. За 10 месяцев этого года на дорогах области погибло 46 человек. И смерть двухлетнего мальчика, к сожалению, пополнила эту печальную статистику. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Еще одно сообщение от госавтоинспекции. Нетипичная автомобильная авария произошла вчера вечером на автодороге Гродно-Луна. В деревне Свислыч водитель автомобиля «Ситроэнк-Сантия» догнал попутный автобус, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. По характеру технических повреждений автомобиля страшно представить, какие травмы мог бы получить его водитель. Однако 44-летний мужчина остался цел. Врачи поставили диагноз «алкогольная интоксикация». Причины аварии, по мнению ГАИ, весьма очевидны. Водитель «Ситроэна» был пьян, а скорость движения его автомобиля превышала все рамки дозволенного. Стрелка спидометра в момент ДТП застыла на скорости 160 км в час. Торговать качественными товарами или уходить с рынка? Чуть менее двух месяцев осталось до вступления в силу указа президента Республики Беларусь относительно индивидуальных предпринимателей. Напомню, что с 1 января 2016 года на всех рынках страны товары должны быть подкреплены полным пакетом документов. Государство предлагает бизнесменам выход – закупаться на областных оптовых базах. Сегодня на рынке Южный прошла встреча предпринимателей и представителей унитарного предприятия «Торкодежда». Результаты немноголюдного собрания в репортаже Вероники Цыганок. Чуть более недели назад в Комитете госконтроля Гродненской области на коллегии шла речь о методах и способах налаживания тесного сотрудничества между индивидуальными предпринимателями и областными оптовыми операторами. Согласно приказу Министерства торговли номер 50 от 22 мая 2015 года, на Гродничине определены три основных оптовых поставщика непродовольственных товаров. Это унитарное предприятие «Обувь Торк», «Галантерея» и «Торкодежда». Взаимодействие между ними и предпринимателями – актуальный вопрос, так как с января 2016 года товары легкой промышленности разрешено продавать только с полным пакетом документов, подтверждающих приобретение, качество и безопасность продукции. Областные оптовые базы обеспечивают поставку товаров по всем правилам. Рассказать о преимуществах сотрудничества, обсудить качество и цену белорусской продукции. С этими задачами сегодня на встречу к индивидуальным предпринимателям Южного рынка приехали представители областного оптового предприятия «Торкодежда». Сегодняшнее мероприятие ставило свои задачи довести до индивидуальных предпринимателей информацию о том, что у нас в области есть оптовые операторы, которые могут поставлять товар с полным пакетом документов. В связи с тем, что с 1 января 2016 года розничная торговля с объектами торговли всех форм собственности должна осуществляться с полным пакетом документов. Документов, подтверждающих приобретение и документов, подтверждающих качество и безопасность. На встречу пришло не более 20 человек. По сравнению с количеством работающих на Южном рынке предпринимателей, это лишь малая талика. Большинство не проявляет должной заинтересованности в вопросах налаживания партнерских отношений. Сегодня приобретать товар без пакета документов, оно, понятно, дешевле. Ну, то есть, интерес был экономический. И сегодня еще не все готовы к легальной продаже товаров. Но я хочу сказать, что наша промышленность сегодня выпускает довольно хорошие товары. Несмотря на незаинтересованность многих индивидуальных предпринимателей, подобные встречи будут проводиться еще несколько раз. 10 ноября аналогичное мероприятие на рынке Южный пройдет с участием предприятий «Обувьторг» и «Галантерея». В ближайшее время встречи будут организованы и во всех районах области. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Завтра в Беларуси отмечается день Октябрьской революции. Это одно из крупнейших политических событий 20 века. В этот день, в далеком 1917 году, в ночь седьмого на 8 ноября по новому стилю, в Петрограде было свергнуто временное правительство и провозглашена власть Советов, которая потом просуществовала 70 с лишним лет. В нашей стране современная трактовка праздника иная. Считается, что благодаря революции белорусский народ обрел государственность. Накануне в Центре культуры города Гродно прошел торжественный вечер, посвященный Дню Октябрьской революции. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Октябрьской революции, прошли сегодня в Центре культуры города Гродно. Почти столетие отделяет нас от этой даты. С былым советским размахом и многотысячными демонстрациями этот праздник давно не отмечается. Но и сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения, как знаменательное событие в мировой истории. Это история, это наш праздник. Мы должны его чтить и делать правильные выводы. По крайней мере, такие ценности, как революция, нам принесла раньше не было. Это братство, это свобода, это равенство всех, это свобода иметь право владеть землею, заводами для народа. В зале собрались ветераны, военные, представители общественных организаций, руководство города. Бесплатное образование и медицинское обслуживание, восьмичасовой рабочий день, право на государственное пенсионное обеспечение в старости, равенство гражданских прав женщин и мужчин, эти и другие, кажущиеся нам естественными и неотъемлемыми, благо есть завоевание октября. На мой взгляд, был, есть и остается величайшим праздником человечества. Прежде всего, особенно он близок и дорог для моего поколения. И в годы Великой Отечественной войны мы отстаивали завоевание Великого Октября. С этим лозунгом люди ходили в бой, погибали, отдавали свои молодые жизни ради мира и счастья на земле. Поэтому Великий Октябрь должен быть и остается навсегда в наших душах. В 21 веке люди по-разному оценивают революционные события 1917 года. Но в том, что Красный Октябрь изменил ход мировой истории, пожалуй, никто не сомневается. Алла Мнучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. В нашей стране появилась традиция в день Октябрьской революции делать подарки горожанам и открывать новые объекты. В прошлом году, 7 ноября, свои двери после ремонта распахнул лечебный корпус Гродненской областной инфекционной больницы. В 2013 году была сдана после реконструкции улица Буденова. В этот раз подарков для гродницов будет сразу два. Первым из них станет торжественное открытие по улице Волковича детского дома семейного типа. Напомню, что он был построен с нуля и стал первым в городе домом, специально возведенным под ключ для приемной семьи. В доме будет воспитываться 10 детей-сирот, приемные родители для них уже найдены. Глава семьи по образованию учитель физкультуры, его жена занимается бизнесом. Сейчас у них две дочери, одна родная и одна приемная. Старшая девочка – чемпионка Беларуси по гандболу. Родители планируют приемных детей также приучать к спорту. Второй объект, который будет завтра открыт в городе – это предприятие по производству компонентов для водоочистки. Оно расположилось на территории свободной экономической зоны и построено с привлечением иностранных инвестиций. К другим темам. Подведены итоги традиционной спартакиады среди общежитий, учреждений образований и предприятий Ленинского района нашего города. За клеточными досками встретились давние знакомые. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд общей численностью более 70 человек. По итогам двухдневных состязаний среди учащихся студентов победу праздновали представители Гродненского государственного аграрного университета. А среди предприятий – работники Гранитекса. Организатором являемся мы, наш центр, физкультурно-оздоровительный центр «Олимпия». Проводим 15-ю спартакиаду по месту жительства. Участники будут награждены денежным призом и команда, соответственно, будет награждена дипломом. Соревнования проводились в шахматно-шашечном клубе под руководством судьи высшей национальной категории Валерия Петросяна. Кроме этих соревнований у нас бывает почти 100-200 соревнований в месяц. У нас посетители клуба – это участники войны, ветераны труда, инвалиды по зрению, опорники, дети, взрослые. Самый старший посетитель клуба – 96 лет, бывший прокурор Каунаса, и самый младший – 6 лет. Кроме этого, еще в клубе занимаются дети, спортивные школы, спортивные кружки. Через несколько секунд о новостях из мира спорта. Не переключайтесь. Футболисты Минского «Динамо», проиграв со счетом 1-2, испанскому «Вилья Реалу», потеряли шансы пробиться в 1-16 финала Лиги Европы. Потребив поражение во всех трех предыдущих встречах группы Е с общим счетом 0-7, столичная команда очень хотела порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Но, к сожалению, у нее это не получилось. В другом вчерашнем поединке этой группы чешская «Виктория» проиграла венскому «Рапиду» 1-2. В воскресенье 8 ноября Гродницкий «Неман» в родных стенах проведет последний матч 25-го чемпионата Беларуси по футболу. В гости к подопечным Сергея Солодовникова пожалует «Мозырская славия». Игра начнется в 14.00. Правда, на этом сезон для «Немана» не закончится. На конец ноября запланирована двухматчевая дуэль со «Сторичным «Динамо» в рамках 1-8 финала Кубка страны. Сборная Беларуси по хоккею, в составе которой есть представитель Гродницкого «Немана», со счетом 1-0 обыграла «Италия» на евротурнире в Латвии. Единственную шайбу на четвертой минуте встречи забросил Андрей Степанов. Сегодня белорусы сыграют с хозяевами турнира. Начало в 20.30. Телеканал «Беларусь-5» проведет прямую трансляцию поединка. Матч на международном турнире в Латвии является первым этапом подготовки национальной сборной к 80-му чемпионату мира по хоккею, который в будущем году пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге. А вот молодежная сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на международном турнире в нашем городе. В первом туре Кубка Гродно подопечный Александр Белявского уступили в драматичном поединке с верстником из Дании со счетом 3-4. В эти минуты наша команда встречается с австрийцами. Для сборной Беларуси этот турнир – один из решающих этапов подготовки к стартующему 26 декабря в Финляндии чемпионату мира среди молодежных команд. Гандболисты сборной Беларуси сегодня примут старт на международном турнире в венгерском Дебрицине. В первом матче они встретятся с командой Аргентины, а 7 ноября сыграют с хозяевами. Матчи в Дебрицине станут для беларусской дружины одним из этапов подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 31 января 2016 года на польских аренах. На первом групповом этапе соперниками для нашей команды будут сборные Хорватии, Исландии и Норвегии. Такими были новости этого вечера. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grundnoplus.tv.by Оставайтесь с нами, удачи и приятного вечера! Субтитры создавал DimaTorzok